Александр Степанович Грин В Италию Первое Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку. Те, кто охотились за ним, без сомнения потеряли его из виду. Быть может, это было и не так, но так ему хотелось думать. Или вернее, совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость обладевали им. Несколько секунд геник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез. В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния, высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был небольшой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города. Прямо перед геником, за стволами деревьев на лужайке, красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышным дребезжанием экипажей. Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове геника, развертываясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя вдобавок запутаться на незнакомом дворе, немыслимо. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шагу. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже отцеплен. Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь. Осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом к низу на пыльный горячий мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три. Трех было очень мало. Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю. Второе. Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца. Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особо стоявшая на дорожке вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им. Он прогнал муху, приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание. Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов. Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было не дурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая взрослыми. Взрослые носили брюки на выпуск, ничего не знали или очень мало о существовании, разрыв травы и важнейшим делом жизни считали умение есть суп с хлебом. Все это, лужайка, мотыльки и взрослые, сверкнуло и исчезло. Жгучая острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами. Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полузастенчивым, полурадостным голосом. «Здравствуй, дядя Сережа!» «Здравствуй», ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера. «А ты почему не приехал завтра?» Продолжал ребенок, испытывающий, посматривая на дядю. «Мама тебя очень бронила. Она говорит, что ты какой-то деревянный». Мама пошутила. Медленно и внушительно сказал Геник. «Она думала, что ты умная, а ты глупенькая». «Это уж ты глупенький-то!» Девочка надулась. «Не буду тебя любить!» «Вот как?» «Это почему?» «А ты...» «Ты ведь хотел привезти железную дорогу!» «Ища зайчика!» «Разве ты обманщик?» «Я был сердит на твою маму». «Вывернулся Геник». «Я хотел, чтобы тебя назвали Варей». «А она меня не послушала». «Варя!» «Это у кухарки!» «Заявила девочка, подступая ближе». «Она рыжая, а я Оля!» «Ну вот!» «Ну, теперь я уже перестал сердиться!» «И знаешь, что я придумал?» «Нет!» «Какую-нибудь дрянь!» Осведомилась девочка. «Ай, какой стыд!» «Кто тебя научил так говорить?» «Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари». «Я не учусь!» «Это папа так говорит!» Хладнокровно возразила племянница. «Ай-яй-яй!» Продолжал укоризненно покачивать головой Геник. «Ну, я не буду!» «Ну, скажи, что...» Приставала девочка. «А ты любить меня будешь?» «Да!» Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. «Ну, скажи же, скажи!» «Мы...» Торжественно заявил Геник. «Поедем с тобой на настоящей железной дороге!» «В Италию!» С восторгом подхватила Оля и глаза ее мечтательно расширились. «В Италию...» «Мы возьмем с собой маму!» «М-м-м...» «Мы еще возьмем...» «Возьмем вот кого!» Оля задумалась. «Мы возьмем всех, правда?» «И маму!» «И Варьку!» «И Ганьку!» «И француженку!» «Нет, француженку не нужно!» «Она злая!» «Она все жалуется!» «А папка ее очень любит за это!» «Вот как?» «Ну, мы ее тогда...» «Оставим без обеда!» «Вот!» «Так ей надо!» Девочка с нетерпением смотрела на Геника. «Мы едем в Италию!» «Нет...» Печально вздохнул Геник. «Я и забыл, что мне нельзя ехать!» «Ну...» Оля, недоверчиво и огорченно, раскрыла рот. «А почему нельзя, а?» Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Геник погладил ее по щеке и сказал... «Я пошутил, Оля...» «Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу». «Вот такую, как у папы!» Озабоченно заметила девочка. «Белую!» «А ты был в Италии?» «Был...» «Только там шляпы лучше папиной!» «Да, как же! У папы всегда лучше!» Заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости. «Сережа, едем!» Закричала она, хлопая в ладоши. «Скорее! Я дам тебе папину шляпу, вот!» Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза. «Не надо, Оля...» «Не надо, Оля...» Сказал он печально. «Мама узнает...» «Будет бронить Олю...» «Мамы нет, Сережа...» «Она у художника...» «Знаешь...» «Плешивый...» «Третье...» Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих. Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков. Вызвали наряд городовых. Думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает. Где-то, вероятно, на соседнем дворе шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Геннику. Маленькая вертлявая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Генник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся. Стена имела не менее сожжение в вышину. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно. Как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать, повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальней в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного многоэтажного дома. Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок. Затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада. Четвертое. Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Странный колющий озноб пробегал по его ногам, несмотря на июльскую жару. Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи. Большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы. «Вот папина шляпа, Сережа!» заявила она, шумно переводя дыхание. «Надевай!» Она привстала на цыпочки и прежде чем геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму. «Ах!» Она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением посматривая на дядю. Незаметным ударом ноги геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор. «Ну вставай же, поедем!» «Погоди, детка!» Улыбнулся геник. Еще поезд не пришел. «Он придет скоро! Скоро!» «И тогда мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся». «Ну пойдем ко мне!» «Я покажу тебе Зизи!» «Она сейчас завтракает, а потом будет кувыркаться!» «У нее глаза болят!» «Видишь ли, очень жарко!» «А в комнате еще теплее!» «Я даже хочу снять пальто!» Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто. «А я сяду к тебе!» Она заглянула ему в глаза. «Можно?» «Только ты меня усами не трогай!» «Папа меня всегда усами щекочет!» Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер. «А ты хочешь какао, Сережа?» «Мама мне всегда велит пить какао!» «Оно такое противное, как лекарство!» Но уже кто-то чужой и враждебный шел из глубины сада. Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание. Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху. Два городовых с револьверами на готове показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный невысокий мужик, широколицей, с маленькими, часто мигающими глазами. Увидев их, Оля вырвалась из рук геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь. «Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!» Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше. Был момент, когда, как показалось генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами. «С приездом осмелюсь вас поздравить, барин!» Сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. «Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случайно!» Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам. «Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем. С Михайловской улицы и с пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил, а кромякок через наш двор ему выскочить негде!» «Какой человек?» Отрывисто спросил геник. «Из тюрьмы сбежал, барин! Бунтарь! Вся полиция на ногах! В городового стрелял! Прямо в живот угодил!» Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный. «Степан!» Начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза. «Стоит мне сказать одно слово, и ты будешь немедленно уволен. Помогать охране порядка твоя прямая обязанность. В то время, как вот они...» Он указал взглядом на городовых. «Не жалея жизни, исполняют свой долг. Ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух. Очень хорошо!» «Господи! Уж ли ж я... Ведь на один секунд! Ежели в этакую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю, что... Эх, барин!» Степан обиженно вздохнул и умолк. «Иди. Я не держу тебя. Впрочем, погоди. Позови извозчика. Ряди в дворянское собрание». «Хорошо-с!» Сказал угрюмый Степан, надевая картуз. Он немного потоптался на месте и все трое удалились, переговариваясь в полголоса. Оля робко подошла к генику и тихо сказала. «Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?» «Нет». «Они кого ищут? Мазурика, да?» «Да». «Он какой? Голый?» «Да». Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом. Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама, готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки. «Сережа, не плачь! Сережа, я обманула тебя! Я буду тебя любить!» Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него. Пальчики трясли изо всех сил большую загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу. И Оля звонко расхохоталась. «Ты смешной!» заявила она. «Как клоун!» На другом конце двора послышалось дребезжание извозчичьего экипажа. Геник встал. «Прощай, Оля!» сказал он, поправляя галстук. «Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу». «И лошадку!» «Да, и лошадку!» «А потом мы поедем в Италию!» «Вот как хорошо!» засмеялась девочка, идя рядом с ним. «Ты ведь добренький! Я с тобой всегда буду ездить!» Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный мощеный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчичий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую русую головку. «До свидания!» Будешь умница? «Да!» Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу. Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему. Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнула и скрылась белая пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика. «Ведь ты приедешь, Сережа!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok